Добрый вечер! Наши размышления по недельному разделу Торы Микец, книга Берешит, Бытие, глава 41, начинается она с того, как по прошествию, или правильнее бы начать по концу, написанными Кец, по краю, на самом деле, точнее бы еще перевести, как некий край, край двух лет, двух лет дополнительного заточения в узелище Йосефа, что мы читали в предыдущей главе, еще два года заточения у Йосефа, и вот все это его заточение подходит к своему пределу. Можно было бы сказать по пределу даже двух лет. Дальше рассказывается, как фараону снилось, что вышли из реки семь красивых видов тучных плотью коров, да, ну а дальше появляются уже худые, появляются уже тощие коровы, и вот те худые, они поедают привлекательные наружности и доброй плоти, про которых мы сказали. То есть, начинается с этого, а потом еще один сон. И там, что же там происходит? В колоссе на одном стебле поднялось семь колоссев, которые были полными, добротными, а потом, наоборот, семь колоссев, тощих и иссушенных. И вот тощие колосси, не иначе, как поедают, поглощают колосси, добротные. Видение фараона. С этого начинается наша глава. В обоих случаях нечто недоброе видом и качеством поглощает, поглощает нечто добротное. А потом появляется Иосиф. Иосиф. Он находит решение. Оставаясь на уровне простецкого смысла, мы можем долго-долго-долго размышлять и рассуждать о каких-то подробностях, находить их. А вот если мы посмотрим глубинно, то обнаружим не подробности, а некую совершенно космическую картину того, что нам здесь преподнесено. Представим себе, что в мире появляется сила. 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 Которая. Давайте назовем силой прогресса. И вот эта сила, она проявляется, после чего наступает мрачная эпоха. Оно берет вверх над, как казалось бы, тем, что должно бы доминировать, должно бы вести вперед. Так представляется и, собственно, фараону. И приходим мы к некому состоянию отчаяния, почти безысходности. Мы дошли до некого края, до некого предела. Кец – это предел. Годы заточения в узилище Йосефа. А с другой стороны, мы приходим к тому, как нечто недобротное, нечто на вид, да и по содержанию, содержащее порчу. Порчу, наполненную некой порчей, оно берет властвие и оно доминирует. Доколе доминирует, покуда не приходит Йосеф. Когда Йосеф был освобожден в день новолетия Рош-Ашана, в тот день, когда мы открываем новую страницу. Новая эра, новая эпоха, вдумайтесь в это. Человеческая история, она из разу в раз повторяет тот же самый процесс доминирования мрачных сил. Империи, которые взлетают, правда, потом, появляется предел. Империи, которые снова взлетают, и у них есть предел. Есть предел их беспредельному стремлению к власти. Есть предел к их возможностям, возможностям управлять миром. И появляется Йосеф, который находит высший смысл, и потом его останки переносятся в землю Израиля. Он похоронен в Шхеме, проделывается вот весь этот путь и становятся духовной основой первого этапа избавления. Избавление по отношению к миру. Идейная победа над миром Эдома, Эсава – это все Йосеф. Читаем пророчество на эту тему, как Йосеф. Он – то самое пламя, которое поглощает Эдом. Но не в смысле уничтожения, а его преображения и гармоничного содействия. Голова Эсава хоронена в гробнице патриархов в Хевроне. Итак, предел властвию зла. В предании к этой недельной главе приводятся слова из книги Йова. Там говорится нечто, казалось бы, простое, что Всевышний установил предел мраку. Лучи солнца, а тем более духовная сила направленная. направленная во имя небес, направленная во имя постижения Высшего. Но эта сила, она не имеет скончаемости. Эта сила, она не имеет предела. Она достигает в своем развитии вечности. С другой же стороны, зло, мрак, они имеют конечность, они имеют предел. Никакая сила зла в этом мире не может властвовать полностью никогда. Невежество, зло, мрак, темень. Все эти понятия воедино, они имеют конечность. Потому что изначально левая сторона, именуемая Слондин, она же и обозначает границу конечности. Она обозначает препятствие, ограничение. Это необходимая сила для сотворения мира. Мир это и есть ограничение абсолютного властвия света, света бесконечной силы. Установленные Господом границы, это то, благодаря чему мы существуем. Но смысл нашего существования не в том, чтобы эти границы в их философском смысле укреплять, а в том, чтобы включить их, эту граничность, в познание безграничного. Это недельная глава. Сват и мед размышляют на эту тему. Слышали вы наверняка все такое определение зла или тьмы, давайте говорить о тьме. Что тьма это просто отсутствие света. Когда нет потоков светлой энергетики, то воцаряется тьма. Что тьма сама по себе как бы не имеет никакой силы. То есть, конечно, ничто не имеет силы само по себе. То, что у них там у разных считают, что сатана это сила сама по себе, это просто прямой путь в дуализм, а то и хуже, а то и ниже. Тем не менее, зло это то, с чем мы сталкиваемся. Это то, что является частью нашего мира. Мрак, тьма. Это что такое? Просто отсутствие добра? Сват и мед приводят цитату из пророка Ишаяу, Исаии, где прямо говорится, что Господь он созидающий свет, поскольку это близкое к нему как бы понятие. Но сотворяющий зло, пророк Исаии. Что это значит? Во-первых, сразу же, чтобы никому не пришло в голову видеть в этом даже какое-то частичное воззвание к прильнутию, к мраку. Нет, конечно. Ты должен быть на правильной стороне для того, чтобы развиваться. Ты можешь быть про частью чего угодно, но ты для развития должен быть на стороне света и добра. Это путь к развитию. Там граница. Но, тем не менее, подчеркнувшись именно, Господь созвал это зачем и для чего. И Сват и мед дает ему очень четкое определение. Тьма, мрак – это та сила, которая ограничивает распространение света. То есть это та сила, она реальна. Как можете также обратиться к таким понятиям, как сатана или еще что-то такое. Сатан. Это сила, которая ограничивает распространение божественного света, которая была установлена свыше тоже, разумеется. Но нам для того, чтобы приближаться к Источнику, к Всевышнему, предуготован путь добра и света. При определенном уже нашем возвышении, если такое происходит, задача приближения также сил граничности, давайте их назовем, мрака. Сперва подчинение, мы об этом говорили, лишение их вот этого ода, мощи и преображения. Когда их граничность, она будет служить высшей цели, когда некая граничность будет служить возвышению, а не препятствовать в мире относительно до сих пор. Хаотично, где не установлено все на свои места, не расставлено все. Так как должно бы быть, мрак имеет как бы свою силу в том мире, который нам уготован через мессианский процесс. И дальше там, как мы сказали, сперва это должно быть подчинение и преображение. Очень важная мысль, что зло существует, что мрак существует. Конечно же, как сила, но не как независимая сила. Его предназначение это ограничение Божественного Абсолюта. Зачем? А потому что, если было бы иначе, мы с вами были бы лишены свободы выбора, лишены некой свободы, которая делает нас существованием, способным выбирать и развиваться, и что-то менять. Мы были бы статичны в какой-то своей роли, как некие какие-то элементы, не более того. В каком-то смысле мы таковыми и являемся, но с одним все-таки. Но есть определенная зона свободы выбора. Есть конечность, есть предел, есть граница. А есть стремление к бесконечному. Чего вам желаю.